В селе Жанны Пахта, Суклукского района Чуйской области, учениц в хиджабе не пустили в школу. Об этом сообщает Акипресс со ссылкой на брата одной из учениц школы. Данную инициативу руководство школы также поддержали в Министерстве образования и науки. Правительством утверждены рекомендации к школьной форме, включая белый верх, черный низ. Законом об образовании установлен светский характер обучения в образовательных организациях, сообщили в ведомстве. С девочками, носящими хиджаб, руководство школ проводит разъяснительные работы, добавили в Министерстве. Корреспондент Хабархо обратился за комментариями к журналистке из Кыргызстана Перезад Кыргызбаевой. Проблема заключается не в том, что школьницы или учителя одевают хиджаб. Это нормально для стран, у которых 90% населения составляют мусульмане. Проблема заключается в тех, кто их не пускает в школы или в госучреждения, ссылаясь на светскость государства. Основная масса этих людей, застрявшие в коммунистических взглядах люди, и не совсем понимают или не хотят понимать, что такое светскость и демократия. Или еще хуже, эти люди вуалируют свои антиисламские взгляды за светскостью и используют это как борьбу против ислама и его атрибутики, выдавая свое мнение или предпочтение за закон, при этом сами нарушая свои законы. Бывали случаи, когда девочек в платках выгоняли из школ, оставив их мокнуть под дождем. Задевалась честь учениц перед всем классом и школой. Разве это педагогично и законно? Если мы посмотрим на те государства, у которых вся их система построена на светскости, то мы видим, что ношение хиджаба в школах или в госучреждениях для них не является проблемой. Из этого проблему делают наши правители. Поэтому на сегодня родители девочек и учителя в хиджабе, думаю, сами должны научиться отстаивать свои шариатские права, дабы исполнить обязанность перед Аллахом и быть стойкими в этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова